Три налога, которые уплачивали ранее граждане на недвижимость, земельный и транспортный, объединены теперь одним платежом и называется он единый имущественный платеж. Такие изменения осовременили процесс. Данное новшество упрощает порядок уплаты. Ведь если вы счастливый обладатель, например, не только квартиры, но и машины, теперь не нужно искать дополнительные счета. В этом году три вышеуказанных вида налога уплачиваются единым платежом. Не так много времени остается до наступления срока уплаты физическими лицами единого имущественного платежа, который включает в себя земельный налог, налог на недвижимость и транспортный налог. В связи с чем напоминаю, что уплата такого платежа производится гражданами в срок не позднее 15 ноября 2024 года на основании извещения налогового органа. В среднем увеличение суммы имущественных налогов за прошлый год в сравнении с начислениями за 2022 год составило около 10%. Информация о суммах единого имущественного платежа размещена в ЕРИП и в личном кабинете плательщика. Уплату налога можно произвести любым удобным для плательщика способом путем внесения сумм наличных денежных средств в банк либо оператору почтовой связи посредством электронного сервиса личный кабинет физического лица или через инфокиоски, а также интернет-банк, используя систему ЕРИП. Подробную информацию по уплате единого имущественного платежа можно получить по телефону, указанному в извещении или при личном обращении в налоговые органы. Ирина Левчук, Адрат Пакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.